Вкратце, еще раз, все видоизменения. Извините, очень быстро. Так, поехали. Вкратце, все видоизменения, годичный прирост, ладно, фиг с ним. Значит, видоизменения подбегов делятся классически на две части. Есть, соответственно, те видоизменения, которые в основном располагаются под землей, и те видоизменения, которые могут располагаться над землей. Ну, как вы понимаете, могут быть исключения, поэтому... Здравствуйте, у нас сегодня будет тест. Здравствуй, Арина. Нет, теста не будет. Народ решил, что давайте еще раз теорию. А большой-большой тест будет на следующем занятии по всему побегу. Итак, к надземным побегам относятся корневище, столон, клубень, луковица и клубнелуковица. Мы успели с вами обсудить корневище, столон и клубень, луковицу, клубнелуковицу. Мы оставили, так сказать, на потом. Ну, давайте вкратце еще раз повторим. Итак, корневище – это видоизмененный подземный побег с чешуевидными листьями, в пазухах которых формируются почки, из которых формируются предаточные корни. То есть на самом корневище всегда располагаются предаточные корни. Ну и плюс из пазушных почек развивается... Ну или из запекальных почек, неважно, развиваются надземные фотосинтезирующие побеги. Значит, корневище бывает нескольких вариантов. То есть есть несколько классификаций. Значит, первый вариант – это укороченные удлиненные корневища. Немножечко разные функции у них будут, потому что укороченные корневища – это такой классический хомяк, который запасает питательные вещества в то время, как удлиненные корневища. Это история про то, что да, я ползу под землей, но при этом... При этом я под землей, значит, у меня большая защита от всяких механических повреждений. Ну, типа те, которые снаружи будут. Но при этом я запасаю питательные вещества. Но при этом все еще я могу далеко распространяться. Следующий вариант – это гипогиогенная и эпигиогенная. Это история про то, где ты живешь и где ты исходно развиваешься. Все корневища стремятся у тебя вниз. Но где ты исходно начинаешь свое развитие. Гипогиогенная – это исходно ты под землей и остаешься же под землей. А эпигиогенная – это ты начинаешь развиваться над землей и с течением времени углубляешься. Ну, конечно, возникает вопрос, насколько тебе надо углубляться. И тут все зависит от того растения, которое мы рассматриваем. Следующий вариант – это ортотропные, плагиотропные. Вспоминаем, плагиотропный рост, ортотропный рост. Ну и симпадиальное и монопадиальное нарастание. Ну, блин, это же все-таки побег, конечно. Ну вот эти эпигиогенные и гипогиогенные корневища. Это у нас вороний глаз, и это, соответственно, будет гипогиогенное корневище. Это у нас копытень конский, и у него эпигиогенные корневища. Вот это вот у нас гипо, это у нас эпи, вот это у нас тоже эпи. Это у нас земляничка, собственно, вот эта вот земляничка. Вот она начинает прорастать сверху. Давайте вспомним, в конце концов, усы земляники, естественно, все сверху и дальше уходит вниз. Так это нам интересно. Особый вариант корневища – это каудекс. Каудекс формируется из сильно укороченного ортотропного корневища. С течением времени у этих корневищ начинает загнивать середина, причем она специально начинает загнивать. Чтобы вы понимали, это прямо запрограммированный процесс. Все это выгнивает, естественно, вытекает куда-то наружу, и формируется это дупло. Но даже не важно, что это формируется дупло. Самое главное, что эта часть, это растение распадается на несколько частей, которые называются партикулы. И в итоге это такой вариант вегетативного размножения, потому что каждая партикула становится самостоятельной и функционирует в дальнейшем самостоятельно, наращивая свою биомассу и так далее. Так это ортотропный, неважно. Ландыш. У него корневища. Чем она нам интересна? Она нам интересна с точки зрения анатомии, потому что у ландыша концентрические проводящие пучки, которые сверху содержат ксилему. Кстати, вопрос к вам. Как называются концентрические проводящие пучки, у которых снаружи находится ксилема? Есть два варианта. Если кто-то... Да, Полина, давайте. Амфивазальный. Амфивазальный. Правильно, амфивазальный, да, ваза. Ну, по крайней мере, я запоминала, что значит ваза снаружи или тра-ля-ля. Да, а вот то, как срез ландыша выглядит, если мы его делаем очень аккуратно, прям очень аккуратно. Вот. И вот они, наши амфивазальные проводящие пучки. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что снаружи имеется такая склераминхизированная часть коз. Ну, в общем, нехорошо мне, получается, рисовать склераминхизированная ткань, которая представляет из себя, на самом деле, перицикл, который превратился в склераминхиму. Вот. Это все окружает, соответственно, центральный цилиндр, и часть проводящих пучков не являются амфивазальными. Соответственно, внизу оказывается ксилема, наверху ксилема, то есть обычные такие проводящие пучки, но есть и амфивазальные. То есть там и коллатеральные проводящие пучки, и амфивазальные, то есть такой микс. Тра-та-та-та-та-та-та, это нам неинтересно. Вот то, как это выглядит, если ты делаешь это сам, собственно. Это делали детеныши в ЦПМе. Вот, в общем, как это выглядит. Значит, смотрим, да, ну вот эти амфивазальные проводящие пучки. Здесь мы не встречаем коллатеральных проводящих пучков, ну, может быть, разве что вот этот подходит. Ну, не так, как выглядит там. Вот сильное перидермо, да, сильное развитие перидермо, и вот такие вот механические лучи. Почему это механические лучи? Ну, потому что они покрасились флороглюцином, соответственно, они лигнифицируются. Раз они лигнифицируются, то это механические элементы. Ну, вот так вот это выглядит в действительности. У ириса, у ириса эпигеогенные корневища, причем у ириса очень важно, чтобы часть корневища оставалась над землей. Вот это вот анатомическое строение корневища ириса. Ириса, вы его все прекрасно знаете, только возникает вопрос, в чем подвох? Что неправильно на этом слайде? Внимательно посмотрите, ответьте мне, что здесь не так, в чем неправда. Должны, должны сказать. Внимательно читайте там заголовки, слова. Сразу скажу, что в подписях неправды нет. Ну, более-менее. Жень, осадки. Ну, да, вот пишите нормально, пожалуйста, русский писатель. Разве у ириса корневища? У ириса корневища. Да, это прям железно. Резодерма, остатки резодермы. Резодерма, ага, ага. Так, а теперь внимательно прочитайте название слайда. Нет, еще раз, в подписях к рисункам нет неправды, там все нормально. Это конь? Какой конь? Катя, что за конь? Корень, конечно. Ребята, это корень. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это же, это же вот оно, вот оно, вот оно. Это корень. Так я же поэтому спрашивал, разве у него корневище? Разве? Нет, стоп. Еще раз. У ириса есть корневище. Твой вопрос. Разве у него корневище? Да, у него корневище. Еще раз. Вот. От него отходят корни. От корневища отходят предаточные корни, да. Тогда все, понял. Корневище у него есть, поэтому как бы твой вопрос немножко был не об этом, да. Да, действительно, это все-таки корень. И иногда на разных сайтах путают. Собственно, я взяла эту фоточку с какого-то сайта. И потом, когда я это все сделаю, я внимательно начинаю смотреть на срезы. Я понимаю, что, алло, это же корень, это не корневище. Вот, да. Это корень ириса, это не корневище ириса. Так, ну, при ползущей с удлиненым корневищем мы с вами вспомнили. Так, столоны. Столоны – это супер-супер длинные побеги с недоразвитыми листьями. Или вообще практически, ну, на них есть листья, но такие чешуевидные. И они недолговечны. Они обычно служат для вегетативного размножения, для отнесения какой-то части куда-то. Ну, чаще всего, конечно, для отнесения маленького сформированного растенец подальше от материнского. Вот, ну, есть, конечно, честные столоны, есть не совсем честные столоны. У живучки ползущие – это вообще нормальные побеги, просто растущие плагиотропно, на концах которых формируются дочерние растения с корневой системой и так далее. В отличие от клубники, у которых честные усы, ну, и еще, конечно, есть как надземные столоны, так и подземные столоны. Это вот асока, фициния спиралис или это злак? Вот в прошлом раз было ровно то же самое. Это асока. Это асока, спасибо, спасибо. Вот, кажется, раз одно и то же, да. Соответственно, здесь подземные столоны, а не надземные столоны, и там не формируется на них никаких фотосинтезирующих листьев, прям все прям как в удочке. Дальше, следующее наше с вами видоизменение – это клубни. Клубни разительно отличаются от корневищ. Во-первых, практически на них никогда не образуются предаточные корни. Да, у них есть чешуевидные листья, ну, прям совсем чешуевидные, незаметные, картовка, да, чешуевидные листья. Естественно, есть пазушные почки. У них есть и апикальная почка, и пазушные почки. Кстати, 4 или 5 лет назад на регионе мы давали праг с картошкой, и там, вот, соответственно, мы, ребятам, выдавали целую картоху, и они должны были описать, зарисовать, где у них апикальная почка, где у них место вхождения столона. Причем, более того, вы должны понимать, это два противоположных полюса. То есть, если я нарисую картоху… Я, кстати, ее сейчас уже сразу неправильно нарисовала, подождите, пожалуйста. Значит, у картохи есть с одной стороны как бы вот такое вот впячивание, углубление. Оно может быть значительным или незначительным, и в этом углублении сидит апикальная почка. Я напишу ее, побегаю апикальными ристами. Ну, короче, почка, да. А с противоположного конца такая же точечка – это, соответственно, будет место вхождения столона. Вот. Ну, плюс, соответственно, листовые рубцы. Ну, вот они. Это вот листовые рубцы. У кого-то они большие, у кого-то меньше. Причем, если вы возьмете картошку в руки и внимательно посмотрите, расположение листьев строго определяется филотаксисом. То есть, там спиральный филотаксис – нормальный такой себе хороший спиральненький филотаксис. Вот. Там прям можно проследить это листерасположение. И, соответственно, в пазухах этих бывших листьев, которые уже отвалились, нарисовываются почки, которые называются глазки, из которых начинают формироваться побеги. И уже в основании этих побегов формируются предаточные корни. То есть, в отличие от корневища, на клубнях не формируются предаточные корни. В отличие, конечно, от вот этого дивного растения, которое называется топинамбур. Вот. Что еще важно? Клубни никогда не удлиненные. Они всегда укороченные. Вот. Ну, к тому же, как мы с вами выяснили, клубни бывают двух вариантов. Есть две функции, которые растение может возложить на клубень. Первая функция, которая приводит к тому, что эти клубни живут один вегетационный период, ну, иногда два вегетационных периода, ну, короче, недолго, это функция вегетативного размножения. И тогда клубень формируется либо на столоне, отходящем от материнского растения, либо на корневище, которое есть основа этого растения. Другой вариант – это когда на клубень возлагают непосредственно те функции, которые он исходно несет. Это запасание питательных элементов. Но тогда этот клубень является неотъемлемой частью растений и никогда от него не отваливается, потому что было бы странно, если бы клубень отвалился от растений. Ты как бы туда запасал, 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 а клубень так и сказал, а извините, до свидания, я, пожалуй, погуляю. И тогда место расположения этого клубня и формирования этого клубня отличается. Это будут либо гиппокотильные клубни, либо это будут клубни, которые сформировались из нескольких узлов главного победа. Итак, понятно, что про клубни, располагающихся на столах, мы о ней говорить не будем. Или будем? А, у меня потом еще будет, подождите, будем. Сначала мы с вами поговорим про нивичные клубни, растения важного с сельскохозяйственной точки зрения для азиатской. Как вы понимаете, у которых утолщается только гиппокотиль, и тогда для того, чтобы... Так, хорошо, сейчас меня нормально слышно? Сейчас меня нормально слышно? Или опять лагает? У меня, да, высветилось, понятно. У меня просто высветилось, что мое интернет-соединение неустойчивое. Весь день было нормально и устойчивое, но как только время приблизилось к тому, что пора, пора, соответственно, мое интернет-соединение сказалось, что оно не очень устойчивое. Хорошо, ладно, поехали дальше. Следующий вариант клубней и место формирования клубней – это гиппокотильные клубни. Они сильно утолщены и сплюснуты. Почему? Потому что гиппокотиль все-таки имеет определенное расстояние, для того, чтобы туда положить много-много еды, нужно его очень сильно в бока разрастить. И в итоге получаются такие сильно сплюснутые овальные клубни, на которых формируется большое количество предаточных корней. Ну вот этот классический цикламен, который вытащен, соответственно, из почвы, и вы видите на нем формирующиеся предаточные корни, которые создают мочковатую корневую систему. Следующий наш вариант клубней – это, соответственно, клубни, которые сформировались из нескольких узлов главного побега. Это капуста калераби. Вот у нас уходят остатки главного корня. А вот это, соответственно, основание листьев с черешком. И, как вы видите, этих оснований листьев несколько, что говорит нам о том, что именно несколько узлов пришли к формированию этого клубня. И в этом случае этот клубень будет надземным. Если у цикламена и у хохлатки там по-разному некоторые части являются надземными или некоторые подземными, то у калераби эта часть всегда надземная. Особым вариантом, и тут мы уже с вами не обсуждали, если то это мы с вами повторили, то сейчас давайте обсудим. Значит, особым вариантом клубней являются запасающие питательные выросты у архидных, которые приобрели особое слово туберидий. И они называются особым словом туберидий. Кто такие туберидии? Туберидии – это разросшиеся, ну, то есть более толстые основания, соответственно, нескольких узлов. То есть побег, стебель первых нескольких узлов, двух, трех, четырех, в зависимости от, стебель в этом месте сильно утолщается, соответственно, паренхима первичной коры сильно разрастается, ну и, соответственно, запасает питательные элементы, там воду, питательные элементы. Как можно понять, что там есть туберидии? Ну, во-первых, верхняя часть стебля будет тоньше, нежели чем нижняя часть стебля. Это раз. Во-вторых, туберидии всегда одеты пленчатыми листьями, то есть листья, которые формируются в узлах утолщенных для того, чтобы сформировать туберидии, они не фотосинтезирующие, они защитные, это пленчатые такие листья. Ну, в течение времени они, конечно же, слущиваются, но очень часто они остаются или остаются их остатки, уж извините за каламбур. Ну, в любом случае, вы можете видеть эти чешуевидные листья. Причем туберидии мы бывают многочленными, то есть состоят из нескольких узлов. Бывают одночленные туберидии. Вот это вот красивейшая орхидейка, причем посмотрите, насколько толстый и гигантский оказывается этот туберидий. Вот, это вот моя фотография. Я ее сделала в питерском ботсаду. Собственно, то же самое растение. Посмотрите на размеры этого туберидия. Он просто гигантский. Да, это один узел, но это не отменяет того факта, что он прям гигантский-гигантский. Вот такие вот красивые туберидии. Ну и, соответственно, следующие части листа, в смысле, следующие части стебля, они такие узенькие, тоненькие. Ну и главная функция – нести и выносить в нужную позицию листовые пластинки для нормального обеспечения фотосинтеза. Следующее наше с вами видоизменение, как вы уже поняли, это, соответственно, луковица. А корень мочковатый или какой? Так, во-первых, не корень мочковатый, а корневая система злато-мочковатая. А что там были за цепочки на растениях? Можно что-то по псевдобульбе у орхидеи? А, псевдобульба. Да, да, да. Это вот бульба-псевдобульба. Значит, так, смотрите, назад еще раз. Вот, вот сюда. Сейчас. Значит, какой у нас там был первый вопрос? Так. Значит, корневая система орхидеи мочковатая. Дальше у этих же орхидей формируются воздушные корни. Вот, посмотрите, вот они будут, вот эти вот воздушные корни. Вот то, что вы видите, вот это вот сильно обрисованное. Кстати, вопрос к вам. Как вы думаете, что это за часть? Кстати, интересно, поймете или не поймете. Корневище. Да, совершенно верно, Жень, это корневище. Если вы присмотритесь, вы увидите такие засечки. Это листовые рубцы. Вот, это, да, это корневище. И, соответственно, из почек вот даются вот такие, значит, надземные части с туберидьями. То есть тут как бы клубень на корневище. Но в данном случае клубень, который является туберидием, несет функцию запасания. То есть двойное. Какая функция у туберидия? Значит, у туберидия функция запаса питательных веществ. Все, что накопили и образовали фотосинтезирующие листья, перекачиваются в туберидий. Дальше на следующий сезон или через несколько сезонов вещества из этого туберидия высвобождаются для цветения. После этого надземная часть умирает. Но при этом часть питательных элементов все-таки перекачивается в корневище. Просто не все орхидные имеют еще и корневище. У кого-то только тубериди и все. Дальше. Система мочковатая, потому что корневище на корневище образуются всегда только предаточные корни, а предаточные корни образуют только мочковатую корневую систему. То есть если у вас только корневище, если у вас корневище, у вас 100 пудов мочковатая корневая система. Железно. Уж какая она, первичная, вторичная, это другое дело. Потому что она мочковатая, это точно. Плюс еще видоизменение корней, это воздушные корни. Дальше. Что-то мне было, какой-то вопрос. Цепочки. Значит, цепочки. Дело в том, что эта вся конструкция подвешена. Соответственно, цепочки, они удерживают основу, к которой прикрепляются эти растения. Дальше. Что такое псевдобульбу орхидеи? Это вот, собственно, вот дело. Значит, вот тут иногда я в этом путаюсь. Значит, смотрите. Насколько я помню, бульбой в русскоязычной литературе называются туберидии. Вернее, сейчас, не туберидии. А какой это вариант клубней, по-моему? Каждый год мне задают этот вопрос. И каждый год я его вспоминаю, а потом забываю. Значит, там есть несколько вариантов, по-моему, что, типа, значит, бульба – это одночлены туберидии, а псевдобульба – это когда многочлены туберидии, или же, что, значит, бульба – это надземные клубни, а псевдобульба – это туберидии. И, ребята, хоть убейте, я не помню. Ну, то есть, каждый раз эти вопросы называется «Тарас Бульба». Ну, конечно, молодцы, конечно. Да, Тарас Бульба. Ребят, я не помню, потому что это уж больно русифицированное какое-то название. Я даже не во всех учебниках о нем говорят. Я когда-то это слышала, когда-то помнила. В общем, если интересно по поводу псевдобульбы, ребят, пожалуйста, залезайте в интернет, несколько источников возьмите, и тогда станет легче. Какая свитка у тебя, чудная свитка? Так, поехали. Дальше. Значит, следующее наше видоизменение – это луковица. Тут, собственно, в чем видоизменение? На самом деле, это совместное видоизменение как непосредственно побега, стебля, простите, стебля, так и расположенным на нем листьям. То есть, если все предыдущие варианты у нас с вами в основном видоизменялся сам по себе стебель, а листья оказывались, в принципе, нетронутыми, ну, подумаешь, чешуевидные листья, ну, что такого-то, листья низовой формации, и все тут. То у луковицы и стебель претерпевают сильные видоизменения, и, собственно, анатомия тоже там. И листья тоже сильные видоизменения претерпевают, потому что вот эти вот сочные, запасающие чешую листья с анатомической точки зрения отличаются от обычных листьев. Как вы понимаете, они не фотосинтезируют, они несут разрощенную, будут содержать гигантское количество парнехима для того, чтобы запасать все эти питательные элементы. Ну, и, соответственно, по мере того, как нарастает стебель, нарастают дополнительные узлы, формируются новые сочные чешуи, то питательные элементы из периферийных чешуи будут перераспределяться и уходить в новые чешуи. Именно благодаря этому есть такое явление, что луковичные растения могут долгое время находиться под землей, жить, жить, жить там, а потом раз, и через пять лет они вдруг зацвели. Бывает и такое, потому что они… А какие вещества делают лук горьким? Ну, во-первых, не горьким, а слезливым, ну, то есть для вас слезливым. Значит, смотрите, есть такие вторичные метаболиты минорного ряда, которые называются алийные лицины. Собственно, алийный переходит в алийцыны. Что это такое? Значит, в принципе, лук пахнет, но когда вы начинаете его резать, он начинает пахнуть сильнее. Это классический прием растений от поедателей, это защита от поедателей, которые заключаются в следующем, что, значит, есть некий… Ну, вот представим себе, что у нас есть клетка, и в клетке есть центральная вакуоль. Вакуоле содержится вещество предшественник. А в цитоплазме есть некий фермент. Этот фермент, соответственно, при встрече с молекулой предшественника превратит ее в то самое действующее вещество. Все нормально до тех пор, пока вы механически не повреждаете клетку. Как только происходит механическое повреждение клетки, предшественник и фермент встречаются, и происходит ба-бах, соответственно, происходит образование вот этого вот пахучшего вещества. Причем вы должны понимать, что алийные алийцыны – это летущие… Они хорошо летают. Вот, поэтому, если бы они не летали, то вы, когда режете лук, у вас бы ничего не слезилось. Вот, но вот так как у вас все следится, значит, они летучие соединения. Собственно, у чеснока примерно то же самое, но только там немножко другой ряд, поэтому, когда вы режете чеснок, вы не плачете. Он, правда, дичинский воняет, но это другое дело. Почему и те, и другие так сильно пахнут? Все серосодержащие соединения имеют такие острые резкие запахи, зачастую не очень приятные. Сера пахнет неприятно. Все соединения серой мало когда пахнут приятно. Так, ну это, значит, отвлечение в сторону физиологии растений. Собственно говоря, энное количество ядов в растении также индуцируется. Есть предшественник в акуоле и, соответственно, фермент в цитоплазму. Механическое повреждение и приветики. Так, что еще? Так, значит, сам по себе стебель – это вот это вот донце, сильно укороченное донце, которое, соответственно, производит узлы, листья. Значит, энное количество листьев, они, все листья, отходящие от донца, абсолютно все – это запасающие чешуи. Но это листья и побег. Значит, в пазухах-листьях формируются почки. И вот именно из этих пазушных почек формируется надземная часть с фотосинтезирующими листьями и, соответственно, с цветострелками, которые вылезают и, соответственно, цветут. Так как у нас здесь вот этого донца, то единственный вариант, где делать корни – это, соответственно, отходить от донца. И тут формируется мочковатая корневая система. Главный корень, если и был, то с течением времени отмирает. То есть такая классическая вторичная мочковатая корневая система. Да, красивый хвостик моему коту, как обычно, не терпится. Ну, так я же сижу, понимаете, я же не хожу. Ему, значит, срочно потребовалась любовь и ласка. Так, что касается луковиц. Не все луковицы одинаковые, не все луковицы однородные. Потому что, да, я, кстати, говорила вам про анатомию листовых чешуй. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Ну, в принципе, я предполагаю, что вы более или менее помните вот эти классические школьные учебники и фотографии, картинки того, что из себя представляет анатомия листовой пластинки. Вот представьте себе, что мы видим здесь. Во-первых, никаких устиц. Они без устиц. Но это здесь нарисовано. Дальше вопрос к вам. И тут скорее из вашего опыта. Существуют ли на чешуях, вот этих листовых чешуях, лука, устица? Если кто-нибудь из вас сделал препарат кожицы лука, должен вспомнить. Да, Кирилл пишет. Наверное, да. Кирилл, вы переименовались. Круто. Потому что я помню, что вы, Екатерина, обычно называете. Вроде есть. Нет, все неправильные. Там действительно нет устиц. Вот серьезно. Там нет устиц. Соответственно, если вы возьмете вот эту листовую пластинку зеленую, то, конечно, там будут устицы. А так их нет. Есть вроде нет. Так, что мы видим? Ну, во-первых, с обеих сторон у нас эпидерма. Дальше у нас гигантская паренхима. Это запасающая паренхима. Нет никакого ни губчатого, ни столчатого. Все это ересь и бред. Нет. Все заслано паренхимой. Но так как паренхима листа называется мизофилом, то, соответственно, он метаморфизируется в запасной мизофил с гигантскими вукуолями и так и далее. Ну, конечно, такая листовая пластинка. Есть проводящие пучки. Ну, и, соответственно, есть особая группа клеток, которые называются клетки-обкладки проводящего пучка. Почему здесь они так отдельно выделяются? Потому что из-за того, что это запасающие листья, то с физиологической точки зрения вот это вот всякие переносчики в клетках-обкладки проводящего пучка оказываются очень метаспецифический набор. Вот поэтому они и так и выделяются. В принципе, чтобы вы понимали, абсолютно у всех растений есть клетки-обкладки проводящего пучка. Абсолютно у всех. Потому что это особые клетки. Там инициируются особые гены. Там гораздо больше переносчиков. Там немножко другие системы контроля за астматическим давлением. Потому что вы понимаете, что туда стекается все. Поэтому всегда есть клетки-обкладки проводящего пучка. Просто у кого-то они прям ярко отличимы от окружающих. У кого-то нет. Вот у лука они отличимы. Дальше. Какие бывают чешуи у луковицы? И как они могут отличаться? Что у них может быть различного? Во-первых, время жизни. А во-вторых, морфология. Давайте разбираться. Чешуи у луковицы могут быть однолетними или многолетними. Как это может быть? Представьте себе однолетние чешуи у луковицы. Вот у нас донца луковицы. Вот у нас образовалась вот эта однолетняя чешуя. Вот у нас есть еще одна чешуя. Вот еще одна чешуя. И, в общем, как-нибудь вот так ладно. Короче, художника смеять совсем никакой. У тюльпана, у рябчиков, у них происходит следующая история. Этот однолетний чешуя вбирает в себя максимум питательных веществ, в которые она может в себя вобрать. Дальше. Соответственно, когда ластик нужен. Да, ластик-то нужен, но я лучше не нарисую. Вот в чем проблема. Ластик-то нужен, но лучше не нарисую. Соответственно, по мере формирования новой чешуи, где-нибудь там под осень, все питательные элементы из наружной чешуи переходят во внутреннюю. Получается, что одна вот эта вот чешуя, один этот зубчик, условно говоря, он живет примерно год. То есть не вегетационный период, а прям год. Ну, или девять месяцев. Ну, в общем, у кого как. Вот, поэтому постепенно луковица постоянно находится в неком росте, но за счет того, что питательные элементы из внешних чешуи переходят во внутренние, это как бы постоянное такое, значит, замыкание в себя. Дальше. Многолетние чешуи, соответственно, это когда все то же самое, только они живут максимально долго, луковица быстро не нарастает, быстро не увеличивается. Ну, это просто другой подход. Вторая, вторые особенности, это, соответственно, то, как выглядят эти чешуи. Значит, первый вариант – это чешуи, которые представляют из себя листья низовой формации. То есть это такие чешуевидные чешуи. Да? И другой вариант, совершенно противоположный, и луковица выглядит совершенно по-другому, это основание листьев, основание ассимилирующих листьев. Помните ли вы, что такое калиоптиль? Вот вопрос вам. Помните ли вы, что такое калиоптиль? Тут мы немножко зайдем уже на поле обсуждения, что такое лист, какие части есть у листа. Вот есть особая такая структура у злаков, которая называется калиоптиль. Вот вопрос. Помните ли вы, что такое калиоптиль? Колпачок на прорастающем побеге. Да, совершенно верно, колпачок. Только что из себя представляет этот колпачок? Кто он? Откуда он? Как он сформирован? Так, что нам тут пишут? Лист. Не совсем лист. Лист. Нет, не семидоля. Значит, забегу вперед в следующую тему и скажу, что лист состоит из четырех частей. Значит, лист состоит из... О, кстати, вопрос к вам, может быть, перечислите мне, из каких частей состоит лист? Правда, не все они обязательно присутствуют, но... Из каких частей состоит лист? Так, что пишут? Влагалищный лист. Да, Василий, влагалищный лист, но только там особая часть этого влагалищного листа. Значит, лист состоит из... Самой вариативной его части – это листовая пластинка. То, что мы называем листом, вот эта вот зеленая лопата – это листовая пластинка. Дальше – черешок. Основание листа. Это отдельная часть. Основание листа – это отдельная структура. И прилистники. И вот все это вместе называется лист. Только другое дело, что у кого-то есть все четыре части, а у кого-то есть только одна, например. Всякое бывает. Так вот, основание листа, то, о чем чаще всего народ забывает, может быть, очень разное. Если вы вспомните, когда я показывала вам вот этот вот кальраби, там был черешочек, а дальше была вот такая вот разросшаяся штучка. Эта вот разросшаяся штучка – есть основание листа. У кого-то основание листа малепусенькое, а у кого-то основание листа так сильно разрастается, что образует влагалище листа, которое может быть замкнуто, а может быть не замкнуто. То есть это вот реально трубка, вот они образуют прям реально трубку. Так вот, калиоптиль – это влагалище первого листа, первого настоящего листа злака, который не имеет листовой пластинки. Так вот, когда мы говорим про широкие основания ассимилирующих листьев, это речь идет о том, что от этих ассимилирующих листьев есть только вот это вот замкнутое влагалище. Поэтому, когда вы режете кольца лука, у вас получается замкнутое кольцо. Вот такая вот история. И они, соответственно, метаморфизируются с анатомической точки зрения, потому что там… Ну, я вам показывала всю эту анатомию. Дальше. Как в итоге могут выглядеть все эти луковицы? Соответственно, есть чешуйчатые луковицы, у которых вот эти вот маленькие чешуйки, чешуйки, все отдельные чешуйки. И мы помним, что эти чешуйки могут жить один год, эти чешуйки могут жить несколько лет. И, соответственно, пленчатые луковицы, при срезе которых вы, соответственно, наблюдаете, что вы наблюдаете? Вот эти вот кольца, замкнутые кольца лука. Это разные по морфологии листья. Так чешуйки – это видоизменение листьев? Нет, чешуйки – это не видоизменение листьев. Значит, смотрите. Опять забегая вперед. А листья бывают разные. Есть листья низовой формации, листья средины формации, листья верховой формации. Они несут разные функции. Листья низовой формации – это всегда защита, несут защитную функцию. Они могут выглядеть по-разному. Самое главное, что они практически никогда не фотосинтезирующие. И то, что это чешуи, то, что они выглядят как чешуи, но такая вот маленькая штучка и все. Это не видоизменение листа. Лист такой может быть. Видоизменение заключается в том, что с анатомической точки зрения, там вот это гигантское количество мизофила и довольно сильно с физиологической точки зрения измененные клетки оплатки проводящего пучка – вот это видоизменение. А то, что это чешуи, нет, это не видоизменение. Но то, что у нее анатомия другая, вот это уже видоизменение. Так, дальше. Какие еще бывают луковицы? Луковицы бывают симпадиальными и монопадиальными по типу нарастания. И в зависимости от этого мы получаем либо один, одно соцветие или один цветок из луковицы, либо несколько. Соответственно, симпадиальные, как ни странно, тут логика совершенно противоположная. Симпадиальная луковица, когда, соответственно, нарастает, у нее только одна почка к моменту цветения оказывается доступна для того, чтобы сделаться генеративной почкой. И поэтому мы видим, что из этих луковиц формируется только одно соцветие. Классический пример гиацинты. Очень-очень редко бывает такое. Бывает, когда у гиацинтов из одной луковицы два соцветия выходят. Но тогда они такие мелкие, в общем, невзрачные. Есть монопадиальные луковицы, которые чаще всего дают сразу два цветка или два соцветия. Ну, когда как, конечно. Ну, вот у меня, например, на огороде в саду, простите, в саду у меня цветут мои любимые нарциссы. Я очень люблю нарциссы. Там когда как. Вот год надо, год не приходится. Когда два цветка, когда один цветок. А так как все это уже у меня нарциссы эти сортовые, то там, конечно, смещается гормональный, не гормональный, а генетический фон немножко нарушен. Вот поэтому, конечно, там не всегда это четко соблюдается. А вот у диких форм, конечно, это чаще всего соблюдается. Отдельно хотела бы с вами поговорить про чеснок, потому что тоже в каком-то году, уж не помню, когда мы делали праг с чесноком связанный. И, соответственно, мы предлагали ребятам разрезать луковицу чеснока и объяснить, что есть что. Но давайте с вами подумаем. Эта луковица, она пленчатая или чешуйчатая? Итак, это луковица пленчатая или чешуйчатая? Ну, народ. Что-то происходит или у меня все вылагало? Что-то происходит или у меня все вылагало? Ну, давайте тогда побеседуем, раз созависло. А кто из 10 класса? Да. Мне кажется, ты одна. Хотя нет. Я восьмой. Десятый, говорите? Ну, я допустим. Здрасте, это опять я. Я опять вылетела, потому что мой интернет. Опять сказано. Не бросайте нас. Слушайте, ребят, ну, бывает такое. А что вы обсуждаете? Что вы тут обсуждаете? Расскажите, мне тоже интересно. Кто в каком классе? А, понятно. Так, кто-то мне сказал чешуйчатая. Я увидела это в чате. Кто мне сказал чешуйчатая? Так, ладно, хорошо. Кому на Руси жить хорошо? О, да, кстати. Кому на Руси жить хорошо? Чешуйчатая, да, совершенно верно. Это чешуйчатая луковица. Возвращаемся, значит, назад. Соответственно, одна маленькая чешуйка. Тут вообще с чесноком все сложно. Так, как бы с чего начать? Ну, во-первых, все мы понимаем, что, соответственно, у нее его мочковатая корневая система. Это раз. Во-вторых, чеснок и луковица чеснока очень сильно будет отличаться при срезах, если вы делаете срез, в зависимости от того, тут вот, значит, есть такое словосочетание, стрелкующийся чеснок или не стрелкующийся. Соответственно, стрелка – это вот длинное междоузлие, которое выдвигается, и на его конце формируется этот, как его? Соцветие! Соцветие! Но там есть особая история. Дело в том, что там у чеснока в соцветии сразу образуются вот эти вот маленькие утолщенницы, маленькие видоизменения побегов, которые, соответственно, называются, ну, как это, в сельском хозяйстве, они называются бульбочками. Значит, что подразумевается под этими бульбочками в сельском хозяйстве, мне, я как-то не очень поняла. Вот. Но подозреваю, что это, значит, может быть, маленькие луковички. Не знаю. Вы все равно подвисаете периодически. Да, ребят, я понимаю, что периодически подвисаю, но ничего сделать с этим не могу. Я и так уже переключилась на свой мобильный интернет, но, в общем, надеюсь, что как-то получится. Так вот, соответственно, если чеснок решил зацвести, то количество зубцов, которые формируются в один вегетационный период, становится меньше. Если же он не собирается цвести, то, соответственно, его побеговая пекальная мелистема, донца, не формирует, соответственно, вот этот вот стебель. Дальше. Каждый зубчик представляет из себя самостоятельную единицу, внешние слои которой периодически, соответственно, отмирают, поэтому каждый зубчик одет как бы в свою шелуху. Нет, это чешуйчатая, ребята, это чешуйчатая луковица, не пленчатая. Пленчатая луковица – это вот она, вот это пленчатая луковица, вот эти вот замкнутые кольца. Вот здесь все более-менее просто. Вот донцы, придаточные корни, вот это, соответственно, побеги, которые сформировались в пазухах листьев. Это пазушные побеги, которые будут зелеными, соответственно, они будут прорастать. У кого-то, соответственно, это будет один побег, у кого-то это два, все зависит от луковицы. Поэтому я привела и вот такие примеры, и, соответственно, вот такие примеры. Это пленчатая луковица, вот это чешуйчатая луковица, но особый под вариант чешуйчатой луковицы, у которой есть внешняя общая оболочка. Потому что если вы посмотрите какой-нибудь там тюльпан, рябчик или так и далее, у них общей оболочки луковицы нет. Каждый сам за себя. Но у чеснока это особый вариант чешуйчатой луковицы, у которой формируется общее покрытие. И оно формируется за счет нескольких первых листьев, оснований листьев. То есть это что-то среднее между на самом деле чешуйчатой и пленчатой луковицу. Это особый вариант. Чеснок – это особая луковица, если так вообще можно выразиться. Это микс между тем и другим. У них есть общие наружные покровы, которые сформированы по типу пленчатой луковицы, то есть основанием некогда фотосинтезирующих листьев. И есть вот эти маленькие зубчики, которые представляют из себя чешуйки, которые самостоятельны. Иногда, когда вы вы когда-нибудь вообще чеснок поперек резали, иногда можно встретить такую историю, что, соответственно, несколько зубчиков имеют свою дополнительную общую оболочку. Это происходит, когда, соответственно, формируется несколько побегов, и при этом, соответственно, эти побеги не собираются цвести. Вот такая вот история. Поэтому чеснок – это особая структура, которая и представляет из себя такой микс. Вот, в общем, будете знать. Дальше, следующее наше с вами видоизменение – это клубня-луковица. Это, соответственно, ну, тут все понятно по названию. Это продукт слияния луковицы и клубня. Итак, почему клубень? Потому что у нас не маленькая донца, а донца у нас большое-пребольшое, разросшиеся клубневидные донца. При этом, значит, это разросшиеся клубневидные донца может быть, как бы, разрастись может по-разному. Может разрастись, ну, условно говоря, так, а может разрастись, напоминая, в общем, представляя из себя вариант, который мы видели у Капусты Кальраби. То есть, когда клубень представляет из себя несколько узлов. Вот. Возникает вопрос, где тут запасающие сочные листья, где тут чешуя. Значит, на самом деле, как таковой функции запасания листья не несут. Значит, то, что одевает снаружи эту клубню-луковицу, это чешуевидные метаморфизированные листья. Ну, то есть, они метаморфизированы с точки зрения анатомии. Там будут часто либо какие-то сильные механизированные элементы, у некоторых могут возникать какие-нибудь там смоляные ходы, ну, за редким исключением, но чаще всего это вот с механической точки зрения будут они такие укрепленные. Где же все листья? А все листья будут сверху. Они могут выполнять функцию запасания? Могут. Они будут чешуевидными, ну, то есть, вот эти сочные чешуи нет, не всегда. То есть, основную функцию запасания питательных веществ здесь несет вот эта вот составляющая, клубневидная составляющая. Почему все-таки луковица? Потому что по форме это похоже на луковицу, но на самом деле это такой подвариант клубня. Вот. Ну, почему еще луковица? Ну, потому что в основном у однодольных. Вот. Ну, как-то так. То есть, классических сочных запасающих листьев, как у луковицы, вы у клубней луковицы не увидите. Основную функцию запасания несет вот это вот сильно разросшиеся, клубневидно разросшиеся донцы. Дальше. Есть особая история, которая есть у чеснока, но там все-таки образуются, по-моему, мини-луковички. Соответственно, это луковички. Это что-то типа живорождения. То есть, когда на соцветии продуктом как бы у вас не семена с плодами образуются, иногда на соцветиях, как вот у золочин определенный, а вот у лилии, не у всех вариантов лилии, у некоторых лилии только, не на соцветии, а просто из пазушных каких-то почек формируются сразу готовые луковицы. Маленькие луковички, которые имеют и корневую систему, и соответственно вот эти вот свои зубчики и уже имеют часть зеленеющую, которая упадет, вот эта структура в землю, корень, соответственно, укоренится, корень, значит, упадет в рост, а надземная часть тоже продолжит расти, потому что эти луковички не способны будут перезимовать, им нужны питательные элементы, чтобы нормально разрастись, заглубиться, образовать контрактильные корни, ну так и далее, а для этого нужны питательные элементы, откуда взять, конечно, при помощи фотосинтеза. Мы с вами что-то подобное видели, тогда это называлось выводковые почки, но выводковые почки, как вы понимаете, они тогда образовывали просто побеговую часть и корневую часть, а так как это растения с метаморфозами, то они должны образовать и побеговую часть, и, соответственно, подземную часть, корневую часть, искусственно этому растению, в данном случае это, соответственно, луковица. Ну, такой вот вариант. Надземные побеги, их видоизменения, надеюсь, мы сейчас быстренько уложимся, нет, нет, мы не уложимся быстро, ох, мать. Так, ну, надеюсь, все-таки попробуем быстро уложиться. Значит, первое, о чем мы с вами поговорили, это, собственно, так называется это видоизменение. Так, кто назовет это видоизменение? Ну, или я опять зависла? Нет. Нет, я не зависла. Да, суккулент, совершенно. Это видоизменение называется суккулинизация. С анатомической точки зрения это просто сильное разращивание той или иной паренхимы. Значит, кто здесь представлен? Слева это молочай, это не кактус, это вообще у молочайных очень много различных суккулентов, красивые, собственно, вот эти вот все тропические, не тропические, а вот эти вот сады суккулентов в основном, на самом деле, состоят из молочаев и всяких там вариантов этих саксифрак, то есть там кактусы, кактусы вообще отдельно стоят. Ну, соответственно, кактус называется астрофиту многочленный, многоточечный, многоточечный, потому что эти точечки, кстати, кто знает, как с научной точки зрения называются вот эти точечки на этом астрофитуме? У них есть особое название, кстати, оно пересекается с зоологией, по-моему, беспозвоночных. Особое название, на Г эти штуки начинаются называются. Они называются глохидии. Вот, если кто-нибудь когда-нибудь из вас, не дай бог, трогал вот так вот, это пункции. Это вообще ужасная штука, потому что они тоненькие, маленькие, но хрупкие. Они быстро впиваются вам в кожу, но из-за того, что они обламываются, у вас внутри в ткани оказывается соответственно вот этот чужеродный объект. Все это ужасно чешется, ну, потому что это рефлекторно выходить и исторгнуть из себя вот эти остатки глохидий, исторгнуть за один день не получается, у вас постепенно кожные покровы это все сами выталкивают. В общем, ужасная мерзость, поэтому все это нужно делать и так аккуратно. Причем это особый вариант суккулинизации, это так называемые стеблевые суккуленты в том случае да мы-то глохидия это же личинка морюска. Да, 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 ребят, глохидия это что-то из веспов. Так, соответственно, когда ты стебель возникает вопрос, где ты, соответственно, будешь запасать свои питательные элементы и тут есть несколько вариантов, то есть метаморфизироваться это можно по-разному. Соответственно, запасающие стебли сильно паранхематизированы, но это понятно, потому что где ты будешь запасать питательные элементы, конечно же, в паранхеме. Чтобы больше запасти, надо увеличить объем паранхемы. И все вот это вот сильное увеличение паранхемы, первичной паранхемы, называется первичное утолщение. Есть такое ботаническое понятие, как первичное утолщение. Вы излишне разращиваете паранхему. Дальше мы должны с вами вспомнить анатомию. И вспомнить, что есть вообще-то у нас несколько вариантов, какую паранхему будем увеличивать. Либо мы увеличиваем паранхему первичной коры или паранхему кортекса, и тогда у нас будет критикальное утолщение. Либо мы с вами увеличиваем паранхему сердцевины, тогда у нас будет медулярное утолщение. Давайте смотреть, как это все выглядит в жизни. Значит, вот первый наш с вами стеблевой суккулент, крестовник членистый. Ну, догадайтесь, по какому типу он пошел. Это медулярное утолщение или кортикальное утолщение? Кортик. Медулярное. Это медулярное утолщение, потому что, смотрите, паранхемы первичной коры это все, что под эпидермой до центрального цилиндра. Сердцевина это то, что от перецикла до середины. Ну, тут просто физически видно, что сердцевина увеличена. Вот она, наша сердцевина медулярная, соответственно, сильно разрощена. Вот, собственно, никогда в продаже вот этот вот крестовник я не видела, но выглядит очень красиво. Следующий наш вариант это молочай терукали. Причем, это значит молочай терукали, чтобы вы понимали, у него фактически не формируются листья. То есть, если у этого товарища, у него сформированы нормальные листовые листья с листовыми пластинками фотосинтезирующими, да, их утолщение тоже зеленоватое, оно тоже фотосинтезирует, но у них есть нормальные листья, то вот это вот молочай терукали, у него листьев фактически нет. Ну, то есть, они не несут функцию фотосинтеза. Ну, догадайтесь, какой у него тип утолщения. кортикальные, да, тут кортикальные, все понятно, опять же, сравним. Вот он, да. В чем плюсы и минусы? Соответственно, кортикальные, ну, минусы в том, что когда ты разращиваешь кортекс, ты должен его как-то механизировать, это не должно сползти. Вот, что делают этот терукали? Посмотрите, пожалуйста, что обозначено циферкой 1, это кортикальные волокна, то есть, там проходят такие склеронхимные волокна, то есть, это не склеронхимная группа клеток, это одиночные, гигантские, вот эти склеронхимные волокна. Если же ты центральную зону сильно разращиваешь, то тут, в принципе, с механикой особо работать не надо, ну, потому что у тебя есть проводящие пучки, ну, ты можешь просто сделать больше проводящих пучков, никакой проблемы. То есть, когда ты делаешь кортикальное утолщение, ты должен озаботиться дополнительной механизацией, иначе конструкция будет неустойчивая. Ну, это просто красота, это вот мои любимые суппуленты, потому что это, как вы понимаете, вот, листовые суппуленты. Чтобы вы понимали, энное количество ботаников не считает листовые суппуленты, листовую суппулинизацию видоизменением, потому что, ну, сделал ты больше мезофила, и что? Ну, в общем, как-то так, но, в принципе, сейчас говорят о том, что нормально это все видоизменение. Вот это вот хабортия извилистые, ребята. Самые красивые узоры листовой филотаксиса всегда демонстрируются чаще всего на этих листовых суккулентах, как это вот все, соответственно, вот это вот по спирали все раскручивать, это очень красиво, хабортия, это просто любовь, любовь. Вот, соответственно, у листовых суккулентов, ну, что у них происходит? Никто не отменял функцию фотосинтеза, это означает, что это должны быть обычные листья, у них должны быть остицы снизу, то есть никто с них этой функции не снимал. Сверху, ну, понятно, эпидерма с кутиклой, волосками, не волосками, неважно как, а под ней гигантская прослойка водоносной паранхимы. Она не будет при этом относиться к мезофилу, это не будет вот этот, вот он ваш столбчатый мезофил, вот пупчатый мезофил, то есть это просто дополнительная вставка между эпидермой и столбчатый мезофил. Вот такая гигантская вставка, поэтому особо говорят, что ну и что, но бывает, в конце концов, почему люди говорят, что это не видоизменение, ну вот же у голосеменных же часто встречается гиподерма, да, водозапасающая, ну ничего, здесь не гиподерма, здесь просто разрощенная паранхима, и что, почему это видоизменение, поэтому есть противники этой теории, есть сторонники, но в любом случае рассказать вам об этом не должна. Вот, кстати, значит, этот срез делали у меня, по-моему, кстати, этот срез делали ребята на ваши сородичи сейчас 25 декабря вот, собственно, срез этот делали, это срез листа колонхоя, соответственно, вот эти проводящие элементы, здесь нет вообще градации на губчатый, столбчатый мизофил, видите, вот эти вот темненькие точечки, это, соответственно, хлоропласты, во всех этих клетках есть хлоропласты, снаружи, смотрите, вот она, аккуратненькая эпидерма, вот она, да, сердечко биолога, да, сердечко биолога, вот, или нет, 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 это не ваш, это мы делали весной на сбор, короче, неважно, вот это вот эпидерма, а все под ней, вот это вот пронхима, которая и фотосинтезирует, и воду запасает, никакого деления на губчатый, столбчатый особо нет, ну, в общем, примерно так это выглядит. Следующее наше с вами видоизменение, это качан, что можно сказать, ну, почка, переросток, все, все, что я должна сказать про это дивную штуку, качан, переросток, в смысле, почка, переросток, вот этот основной стебель, вот она, пекальная меристема, и вот пошли эти формироваться листья, которые, соответственно, сгибаются, загибаются, здесь тоже очень красивая спираль филотаксиса развивается, в общем, все очень красиво, качан, почка, переросток, все, что вам нужно знать. Дальше, особый тип видоизменения побега, это колючка, здесь я сразу хочу сказать, что я буду говорить не только про колючку, как видоизменение побега, но я должна еще вам сказать, что колючки бывают листового происхождения, побегового происхождения и прилистникового происхождения, просто, когда ты говоришь о колючке, невозможно не упомянуть всех других вариантов, соответственно, давайте еще раз вспомним, значит, вот у нас есть стебель, на стебле, соответственно, есть узел, вместе узел, который представляет из себя, вот, соответственно, отходящий от него лист. Узел это, как вы помните, место отхождения листа. В пазухе листа формируется почка. Как мы с вами вспомнили, лист состоит из четырех частей, это листовая пластинка, черешок, листовое основание и, на самом деле, еще прилистники, которые я не нарисовала. В общем, я вот один прилистничек нарисовала. Значит, что может, вместо чего может быть колючка? Колючка может быть вместо листа, и тогда это будет колючка листового происхождения. Колючка может быть вместо почки, ну, то есть, вместо побега, и тогда это будет колючка побегового происхождения. Колючка может быть вместо прилистников, и тогда чаще всего колючки две парные, сколько еще будет идти занятия. Ну, минут 15, я думаю. Поэтому бывают колючки. О, кстати, вопрос к вам. Смотрите, здесь 4 картиночки. Картиночка номер 1. Какого происхождения эти колючки? Почечные? Нет. 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 Листового. Ребята, это колючки листового происхождения. Значит, как понять, что колючки листового происхождения? Значит, смотрите. Если у вас колючка формируется вместо листа... Да, я понимаю, что у кого-то смутило, что здесь две по обе стороны. Нет. Как понять, что это колючка листового происхождения? Это означает, что в узле, скорее всего, почка разовьется в какой-то побег или в листье. Что мы здесь видим? Вот колючка. В пазухе этой колючки развились листья. Это барбарис. Собственно, основные листья у них формируются на этих брахибластах. Там, соответственно, формируется маленький брахибласт, и на брахибласте формируется энное количество листьев. Следующий вариант. Цифра 2. Колючки какого происхождения? Уйди, кот. Если что, это прилистник. Да, вот здесь это колючки прилистникового происхождения. Вот это трахис сложного листа. Вот листочки. Да, действительно, это колючки листового происхождения. Происхождение очень часто у акаций бывают колючки листового происхождения. Здесь вот вариант 3. Здесь, кстати, довольно очевидно, какого происхождения? Почечного. Почечного, только корректнее говорить на самом деле не почечного, а побегового, то есть это побеговое происхождение. Ну и последний вариант здесь, посмотрите внимательно на рисунок, это кто? Это вот колючки какого происхождения или может это не колючки? Если что, вот есть такое произведение, называется «Маленький принц», и вот «Маленький принц» ухаживал за кем-то, он общался с ним. Общался за Розой. За Розой, да, совершенно верно, да, это Роза, и, соответственно, у Розы не колючки, а у Розы кто? Шипы. Шипы, да, совершенно верно, соответственно, шипы отличаются от колючек тем, что это вырос. Она ещё, извините, можно кое-что сказать? Там ещё вот Роза говорила, что у неё шипы, как вот, типа вот когти, как у тигра, она не говорила колючки, она говорила именно шипы, даже сама. Да, да, совершенно верно. Ну, Экзюпери вообще-то был образованным человеком, поэтому писал ботанически правильно. Так вот, шипы отличаются от колючек тем, что это выросты покровных тканей, выросты эпидермы, и поэтому шипы легко снять со стебля Розы. Вы как бы их так вот так отщёлкиваете. Ну, очень часто, конечно, получается, что вы отщёлкиваете шипы вместе с покровной тканью. Ну, ладно, допустим, это как незначащее. Отщёлкнуть колючки вы не можете, потому что это глубинное заложение этой колючки. Туда проходят проводящие элементы. В общем, это такая монументальная конструкция, поэтому отщёлкнуть вы её не можете. Так, дальше. Ну, вот, давайте посмотрим на примеры. Значит, колючки побегового происхождения. Это ракитник Велла. Ну, тут, кстати, фотки у меня не очень. Ну, вот, ничего. Давайте попробуем смотреть куда-нибудь сюда. Ну, вот этого колючка. А, кстати, очень важно. Если колючка побегового происхождения, это означает, что она побег. Сейчас, сейчас, сейчас я перелистну, ребят. Подождите секундочку. Вот. Вот. Посмотрите, пожалуйста. На боярышник у неё колючки побегового происхождения. Если колючка побегового происхождения, это означает, что, ну, она в своей душе побег. Она не просто в душе побег, она и в анатомии побег. А если она побег, значит, на побеге формируются листья. А если формируются листья, это означает, что мы можем увидеть, что листовые рубцы. И внимательно присмотревшись к колючке побегового происхождения, вы можете обнаружить листовые рубцы. Вы их никогда не обнаружите ни на каких других колючках другого происхождения. И поэтому, возвращаясь к нашей предыдущей фотографии, к этому ракитнику, посмотрите, вот она колючка, но на ней есть листочки. То есть у них именно на колючках формируются листочки. А если я сделаю срез колючки, то что я увижу? Если я сделаю срез колючки, то что я увижу? Давайте посмотрим на анатомию. Так, листового прилистникового происхождения. Ну вот, кстати, акация прилистникового происхождения. Здесь все очевидно. Так, ну вот смотрите, колючка листового происхождения, как мы у Барбариса смотрели. Представьте себе лист. Ну вот он, этот лист, классическая, по-моему, фотка. Все ее, небось, видели и разукрашена, не разукрашена. Представьте себе лист. Чтобы сделать колючку, вы должны все это свернуть калачиком. И получается, что у вас абсолютно радиально симметричная конструкция. У вас есть проводящий пучок посередине. Ну, понятно, он будет выглядеть в зависимости от того, какое растение мы взяли. Соответственно, снаружи от него все это максимально одревеснело, потому что, ну, это же должна быть жесткая структура. Это абсолютно идеальная радиальная симметрия. Конечно, никаких устиц вы на них не увидите. Ничего вы не увидите. Дальше. Если мы берем колючку побегового происхождения, это побег, это стебель. И это означает, что мы видим классическую картину, как в стебле. Никакой, ну, то есть там радиальная симметрия, условно говоря, будет, но это означает, что у нас будет сердцевина. Это же стебель. У нас будут проводящие пучки, расположенные по кругу. Вот так как колючки чаще всего все-таки у двудольных образуются, то мы увидим вот эти вот кольцо проводящих пучков. То есть мы увидим эустеллу. Дальше. Это сильно одревесневающая история. Также мы должны с вами вспомнить, что часто колючки встречаются, особенно если мы берем колючки древесных растений, то колючки будут вторично утолщаться. Да, они так могут для дополнительной механической прочности. То есть, когда мы режем колючку побегового происхождения, мы видим классический стебель. Да, сильно одревесневший. Ну и что? Но это будет стебель. Мы режем лист, мы видим идеальную симметрию, и по центру у нас будет не сердцевина, а по центру у нас будет проводящий пучок, потому что это лист. Да, ну и последнее, что мы с вами сегодня обсудим, это вот эти вот глохидии. Я начала уже вам рассказывать про них. Это кактус, который растет у нас на кафетре. Я, собственно, его сильно увеличила. Значит, есть нормальные колючки. Кстати, вопрос к вам. Колючки кактусов какого происхождения? Листового. Так, Женя говорит листового. Кто еще мне что скажет? Катя говорит листового. Так, хорошо, вы считаете, что листового. Давайте я вам покажу вот эту вот фотографию. Значит, это кактус. Ой, у меня левая картинка не поместилась. Значит, это кактус. На самом деле, слева тут были сняты три части кактуса. Раз часть кактуса, два часть кактуса, три часть кактуса. Как вы понимаете, они формировались абсолютно немножко в разных условиях. Давайте смотреть внимательно. Дело в том, что у нас на биофаке летает много всякого в атмосфере. И что может приводить вот к этому. Значит, что мы видим? Мы видим лист. Ну, то есть он не имеет широкую листовую пластинку, но это абсолютно читаемый лист. Абсолютно читаемый лист. В пазухе которого мы видим белесое нечто. Вот это вот белесое нечто, ну вот оно, собственно, белесое нечто, в основании имеет маленький пушок, а также из этого белесого нечто вырастают длинные колючки. Возвращаемся к предыдущему кактусу. Это другой кактус, тут другой. Какого происхождения колючки у кактуса? Побегового. Да, совершенно верно. У них колючки побегового происхождения. Собственно, вот эти вот глохидии или вот основания вот этих подушек просто не у всех глохидии формируются. Вы поймите, кактусы – это понятие растяжимое. Есть особое семейство, которое называется опунцевые. Вот у них особые структуры, которые называются глохидии. У всех кактусов, которые я сейчас вам показала, у них нет глохидии. Но вот эти вот подушечки у всех образуются. Значит, вот эта вот почка пазушная, она метаморфизируется в некое такое меристоматическое поле. И это меристоматическое поле начинает исторгать из себя разные конструкции. Могут много-много мелких иголок. Это не глохидии, при этом, ребята, это немножечко не они. Может, значит, нечто волосатенькое в основании и длинные, прочные, жесткие иголки. В общем, у всех по-разному. Так, но на это у нас с вами времени нет. Это задание, это тоже задание времени. Ладно, нет времени, хорошо. Так, это у нас с вами каулифлори, колючки глядичи. Ладно, у нас тоже это нет. Следующее видоизменение наше – это усик. Причем, пожалуйста, не путайте ус с усиком. И здесь ровно то же самое. Усики могут быть листового происхождения, усики могут быть побегового происхождения. Честно говоря, усиков прилистникового происхождения никогда не видел, но, по-моему, есть там одна лианка. У нее что-то в этом роде есть, но я ее не включила сюда, потому что я не уверена. Все то же самое. Кто такие усики? Соответственно, если мы говорим с вами про усик, соответственно, винограда, а усик винограда, он у нас побегового происхождения, то что мы видим? Вот у нас стебель винограда, вот у нас усик винограда. Что отличается? Мы видим, что очень большое, абсолютно замкнутое кольцо каленхимы. Мы должны быть прочными, но гибкими. Вот вам усик. В усике мы встретим много каленхимы, небольшие проводящие пучки, при этом эти проводящие пучки не будут плотно расположены друг к другу. Помните особый тип вторичного утолщения, когда у нас имеются большие проводящие пучки и маленькие проводящие пучки. Между ними кобиальные вставки, которые, они живые, поэтому они дополнительно вот эту амортизацию удерживают. Соответственно, да, если усик листового происхождения, ну представьте себе лист, который свернули в трубочку. Ну вот, примерно то же самое. Также гигантское количество каленхимы. Как вы понимаете, в колючках никакой каленхимы там, если есть, то только склеренхима. Ну, что еще здесь? Если у колючки вы взяли лист и не сворачивали его в трубочку, вот вы взяли лист и его проводящий пучок. И все, что снаружи, вы просто так раз разрастили и сделали деревянным. Вот это колючка. Что такое усик листового происхождения? Вы взяли лист и свернули его в трубочку. Вот то, что у вас получилось. Именно поэтому, из-за того, что вы свернули его в трубочку, центральная часть представлена у нас паренхимными клетками. У колючки по центру проводящий пучок один. У листа есть сердцевина по центру. Есть сердцевина по центру кот. Но она образуется там совершенно по другой причине. Считайте, что эта паренхима, она образована наружным мизофилом. А, соответственно, весь внутренний мизофил нижней стороны листа оказался вот здесь. Очень часто на усиках имеются устицы. Потому что снаружи-то у нас нижняя сторона листа, вот вам и устица. Так, ну и последнее, о чем мы с вами поговорим, это два типа видоизменения побегов, когда побеги представляют из себя фотосинтезирующие поверхности. Первый вариант – это филокладия. И классический пример – иглица колхидская. Возникает вопрос, где здесь листья. А вот это вот сероватое, коричневатое что-то в основании – это, соответственно, чешуевидные листья. А вся почка развивается вот, соответственно, в листоподобную структуру. Это называется филокладия, потому что филос – это лист. Так, ну здесь неинтересно. И следующий вариант – это кладодия. Филокладия и кладодия. Тоже, когда побег на себя берет функцию фотосинтеза. Что здесь утолщается? Здесь могут формироваться нормальные листья. Вспоминаем наш кактус, который я вам показывала. Но все междоузли сильно уплощаются. Не сильно утолщаются, но сильно уплощаются. Поэтому мы увидим вот такие вот гигантские лопаты. И так происходит не только у опунциевых, но и, например, у миленбеки тоже, соответственно, это происходит. Так как это разращенные и уплощенные междоузли, то, соответственно, здесь вот по принципу филотакси формируются маленькие чешуевидные листья, в пазухах которых формируется что-то. Могут формироваться глохидия, например, привет опунциевые, вот эти вот точечки, да, это все глохидия. Или же могут формироваться, например, флоральные почки, да, генеративные почки, которые будут давать начало цветкам, цветоносам и так далее. Так это мы с вами обсуждать не будем. Вот, кстати. Это, кстати, вопрос к вам. Здесь филокладия или кладодия. Здесь филокладия или кладодия. Еще раз, кладодия – это уплощенные междоузли. Филокладия – это когда полностью все похоже на лист. Филокладия. Кто сказал? Нет, Катя, это не филокладия. Это кладодия. Почему кладодия? Еще раз, это сильно уплощенные междоузли. Здесь даже на просвет видно, что вот и происходят эти проводящие токи. Почему я сфотографировала вам вот этот вот, что-то типа кактуса. Значит, это тоже у нас на биофаке растет. И вообще-то они так делать не должны. Но вот оно, соответственно, этот лист, который вообще-то должен быть чешуевидным, сделался обычным фотосинтезирующим листом. Помните крестовник? Я вам показывала анатомию крестовника. Вот там были такие же листовые пластинки. Они так делать не должны. Но они так делают. Может быть, потому что им слишком мало света, поэтому они решили еще попотосинтезировать. Ну, в общем, вот такую вот историю я нашла у тебя на биофаке. И еще очень интересное растение, группа растений, которая называется колетия или колетция, кто как читает. Их разное количество. Есть колетция странная, несчастная, еще там какая-то полмутка, еще какая-то. Все они, возникает к вам вопрос. Это филокладии или кладодии? Филокладии или кладодии? Филокладии. Топлю за кладодии. Снеговик прав. Надо топить за кладодии. Это кладодии. Ребята, еще раз. Я специально привела фотографию колетции стран. Посмотрите, пожалуйста. Все тело абсолютно зеленое. Да, понятно, что колетция странная. Правда, странная. Ну, то есть она как бы не очень похожа на сильно уплощенную штуку. Но кладодии бывают и такими. Это вот у колетции несчастная. У нее все это, соответственно, прям сильно уплощено. А вот у странной, она реально странная. Вот эта нормальная листовая пластинка. И она прям, ну, это прям лист. Вот прям лист, лист. Вот. А все остальное зеленое. Вот. Ну, здесь вообще красота. Здесь примерно то же самое. Только это, кстати, не несчастная и не странная. Она как-то вообще по-другому называется. По-моему, что-то не колючая колючая. Вот. Здесь просто это все процвело. И вот сейчас оно плодоносится. И все вот обвешано вот такими вот шариками. Вопросы? Ура! Я уложилась. А что это за растение? Вот это растение называется колетия по-русски или колетция. Все эти дивные кустики я фотографировала в сочинском дендрарии. У них там коллекция этих колетий. А что у хвощей? Значит, что у хвощей? У них видоизмененные листья. Соответственно, вот у них полый вот этот вот стебель и видоизмененные листья трубковидной формы. Ни в велокладе, ни в кладоде. Просто вот хвощи-то хвощи. Все. У них немножко метаморфизированные листья. А то, что у них и стебель, и листья фотосинтезируют, ну, так что бывает. А зачем они делают полый стебель? А для того, чтобы они могут произрастать на затапливаемых территориях, это дополнительная ренхима для воздуха. В общем, для воздуха. К тому же в этом имеет смысл. У вас облегченный стебель, который, если вы делаете себя высоким, то такая структура, вот эти вот полы, совокупность полых цилиндров оказывает синхронически устойчивой конструкцией. Так, еще вопросы. Так, можно еще раз про глохидии и листья кактусов. Так, еще раз про глохидии и листья кактусов. Значит, где мои товарищи мутировавшие мутанты, мои мутанты. Вот они. Значит, смотрите, как мы с вами поняли, вот эта вот уплощенная штучка, лопата, это кладодий. Это сильно уплощенная совокупность междоузлей, которые сливаются. Значит, каждая лопата опунциевых содержит чаще всего счетное количество междоузлей. Например, будет состоять из 15 междоузлей, а бывают колючки на цветках. Не на цветках колючки будут, а на обертках, либо чашелистики будут метаморфизированы в колючке, либо потом побеги будут делать что-то типа колючек из столбиков, например, как у репея. У репея у него же вот эти вот колючки, цепляющиеся штуки, они сделаны из старых столбиков. Вернемся. Значит, вот это все кладодий. Кладодий – это сросшиеся уплощенные междоузлия. Как я уже сказала, чаще всего опунциевых счетное количество междоузлей принимает участие в формировании одной вот этой вставки кладодия. Там же формируются листья, чешуевидные, чаще всего быстро отваливающиеся, в пазухах которых формируется почка. Но у опунциевых эта почка перерождается в некое поле, сильно разросшееся поле, которое дает начало мелким-мелким-мелким иголочкам, которые называются глохидии. Эти супер мелкие иголочки, они тоненькие, остренькие, но при этом ломкие. Когда они впиваются вам в кожу, у вас остатки быстро обламываются, и внутри вашего эпителия остаются кусочки, маленькие кусочки этих глохидий. Но этого достаточно для того, чтобы это все жутко чесалось и довольно медленно, только за пару-тройку дней выходило из вас. Но у других кактусов, которые не опунциевые, у них формируется не глохидия вместо почек, а это поле формирует некоторые варианты структур. Первый вариант структуры – это длинные, довольно толстые, твердые, одревесневающие колючки. Как вы понимаете, они будут побегового происхождения. При этом в основании, конкретно у этого кактуса, еще имеется какая-то мелкая волосня. Я не проверяла, глохидии это, ну то есть это похоже на глохидии или нет. Проверять не собираюсь, потому что ходить несколько дней с этой штукой в руках не очень приятно. Другой вариант, когда на этом поле формируются практически одинаковые остренькие, тверденькие колючки. Короче, вариабельность того, что будет образовано из вот этого вот поля, у разных кактусов разные. Собственно, вот наши кактусы, которые на биофайке растут, вот в общем плохо товарищу стало. И вот эти вот чешуевидные листья, в пазухах которых формируется вот это вот поле, вместо того, чтобы остаться чешуевидными, быстренько отвалиться, не фотосинтезировать, все-таки сделались нормальными листьями, зелеными фотосинтезирующими. В общем, представьте себе, насколько плохо кактусы. Так, еще вопросы. Можно повторить, какая разница между моноподиальными и симподиальными нарастаниями луковиц? Значит, у моноподиальных луковиц к моменту цветения есть две или три почки, из которых может образоваться цветки или соцветия, неважно. А у симподиальных луковиц к моменту цветения есть только одна почка, которая готова процвести. Поэтому симподиальные луковицы – это чаще всего только один цветонос, моноподиальные – это два цветоноса. Но, как вы понимаете, природа очень вариабельна, поэтому по-разному. Еще вопросы. Все кактусы имеют колючки побегового происхождения, так ведь? Я вот не знаю, у кого есть колючки листового происхождения. Не, у всех побегов. Давайте так, всех, кого я знаю, побегового происхождения. Всякое, конечно, бывает, но в основном у всех побегового происхождения. Так, еще вопросы? Никак нет. Хорошо. Значит так, зайки мои. Вопросик, значит… Сейчас, давай. Ну, на регион же, да, ну, типа едем. То есть различие корня на срезе вторичного толщины от стебля в сердцевине, сердцевина, напомните, в стебле же, да? Сердцевина в стебле, но у корня тоже, может быть, бренхима по центру. Все зависит. Смотри на проводящие пучки. Если они в первичную ксилему упираются, то это, ну, побег, стебель. Если в вторичную, в толстые дырки, то… Чего? Женя, подожди, у тебя кашля в башке. Давай ты нормально сформулируешь свою мысль. Пожалуйста, нормально сформулируй свою мысль. Пока будешь сформулировать… Оля еще не проснулся. Хорошо. У банана видоразмещение стебля… Извините, что? Кирилл, я не поняла ваш вопрос. Видоразмещение стебля у банана чего? У банана, чтобы вы понимали, у банана сам стебель укороченный, маленький. У него то, что мы называем стеблем банана, на самом деле это вставленные друг в друга замкнутые влагалища его листьев. То же самое за гугли… Кирилл, за гугли… Это как его? Есть такое растение, чемерица называть или черемица. В общем, забей, гугл тебе выдаст, чемерица или черемица. Это однодольная… У него формируется ложный стебель, который сформирован вставленными друг в друга трубками замкнутых влагалищ листьев. Вот у банана ровно то же самое. У него нет видоизменений, он просто укороченный. Фрага – это ложный плод? Да, ложный плод, который формируется за счет разрастания цветоложа. Кроме кладодии у кактусов есть еще видоизменения стебля или только кладодии? Не, ну да, только кладодии. Только кладодии, да. Ну, а вот это формирование особой подушечки, ну, это не видоизменения, просто особенность. Женя, вы созрели для нормального вопроса? Женя? Я в микрофон попасть не могу просто. Да, вот. То есть, как по паренхимным лучам, напомните? Ну, во что? То есть, мы идем к паренхимному лучу? Да, значит, смотрите, когда у нас вторично утолщенный стебель и вторично утолщенный корень, значит, вот у нас вторично утолщенный стебель и корень, значит, но я, правда, нарисовать не смогу сейчас. Когда мы идем по паренхимному лучу, если мы его видим, то у вторичного утолщенного корня мы упремся в клетке протоксилемы, ну, хорошо, в клетке первичной ксилемы. То есть, мы идем от периферии по паренхимному лучу к центру, мы утыкаемся в первичную ксилему. Если по такому же паренхимному лучу мы идем в стебли, мы не утыкаемся ни в какую ксилему, мы утыкаемся в паренхиму сердцевины. В сердцевину, короче, утыкаемся. Как-то так.